Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главных событиях. Караганду посетил генеральный директор нефтегазовой компании Карачаганак Петролиум Рената Мароли. Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции провели телемост с участием представителей религиозных объединений и неправительственных организаций. Караганду посетил генеральный директор нефтегазовой компании Карачаганак Петролиум Рената Мароли. Визит иностранного инвестора начался с встречи с Акимом области Нурмухаммедом Абдибековым. В результате переговоров был подписан меморандум о сотрудничестве. Компания Карачаганак Петролиум объединяет ведущие международные нефтегазовые компании Великобритании, Италии, США, России и Казахстана. В ходе встречи гостям был презентован промышленный инвестиционный потенциал области. Встреча прошла в дружественной обстановке. Гости рассказали о планируемом расширении Карачаганакского месторождения. Аким области выразил надежды на плодотворное сотрудничество и предложил инвесторам ознакомиться с продукцией промышленных предприятий области. То небольшое время, которое удалось под господином Морозе выделить нашему региону, не может показать весь потенциал экономики Караганакского месторождения. Но, думаю, даже увиденное будет, даст возможность сформировать мнение о нашем регионе. Гости поблагодарили за радушный приём. В подтверждении готовности к совместной работе был подписан меморандум. Нур Мухамбет Абдебеков отметил, что Карагандинский регион готов предоставить широкий спектр товаров, работ и услуг для реализации инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли. В продолжение темы. Генеральный директор нефтегазовой компании «Карачаганак Петролиум» Рената Мароли посетил выставку продукции промышленных предприятий области. Визит в специальную экономическую зону Сарарка был инициирован руководством области. Эти шаги были предприняты для развития местного содержания и привлечения иностранных инвесторов. Бизнесмен Рената Мароли тщательно знакомился с продукцией выставки. Он и его коллеги интересовались развитием карагандинского содержания. Слушая презентацию представителей промышленных предприятий, гости не забывали обмениваться контактами. С их слов, шахтерский регион привлекателен для инвесторов, так как здесь можно приобрести товары разного профиля. Я считаю, что увидел те компании, которые предоставляют интерес для нашего проекта расширения карачаганакского месторождения. Эта продукция может пригодиться нам и в нынешней работе. Большое спасибо Киму области за оказанное доверие. Готовую продукцию, буклет из подробной информации представили предприниматели области на суд гостей. Около 40 компаний показали и рассказали о своей деятельности. Предлагаемая продукция, начиная от текстильного производства, кончая продукции машиностроения. В принципе, по всем направлениям у компании есть потребность. Насколько я знаю, поскольку предварительно мы с ними проводили соответствующую работу, мы им направили перечень и каталоги продукции, которые в нашем регионе производятся. У них интерес очень большой продукции в нашем регионе. Теперь главные действия остаются за предприятиями области. Компаниям нужно получить сертификаты качества. Особенно это актуально при вступлении Казахстана в ВТО. Аймамлина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Акиматы городов Садпаев, Шахтинск, Сарань, Каражал, Бухаржраусского района и шахтерской столицы не до конца освоили бюджетные деньги. Также в казне остались недоиспользованные 7 с лишним миллиардов тенге. Эта сумма будет уменьшена и перераспределена при корректировке до конца текущего года. Эти и другие вопросы исполнения бюджета обсудили в областном Акимате. За 11 месяцев текущего года в бюджет области поступило меньше денег. Более 1 миллиарда тенге были потеряны из-за неисполнения планов по индивидуальному подоходному налогу. Причиной тому стало снижение спроса на выпускаемую продукцию промышленных предприятий области и, как следствие, уменьшение объемов. По областному бюджету недопоступило 1 миллиард 909,3 миллиона тенге. В связи с неисполнением планов по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты на 972,1 миллиона тенге и по социальному налогу на 629,3 миллиона тенге. Расходная часть бюджета региона также выполнена не до конца. Более 7 миллиардов тенге остались неиспользованными. Отличились в этом акиматы городов Садпаев, Шахтинск, Сарань, Каражал, Бухаржираусского района и Шахтерской столицы. Департаменту казначейства по согласованию совместно с областными администраторами бюджетных программ, акимами районов и городов в случае недостаточности средств на контрольных счетах наличности соответствующих бюджетов в целях полного освоения поступивших цельных трансфертов и кредитов не допускать использования их на расходы местных бюджетов. Аким области Нурмухамбет Абдебеков поручил чиновникам обеспечить своевременное и полное освоение бюджетных денег. Также он призвал всех усилить работу по исполнению доходной части. А имам Ренал Жасгабасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. А-класса. Долговечность. 60 лет. Галвин. Морозостойкий. Надежный. Прочный. Для тех, кто ценит качество. К другим новостям. 8 декабря в инфекционную больницу Карагандинской области были госпитализированы 7 учеников школы-интерната для детей с задержкой психического развития. На сегодняшний день проводится экспертиза для выяснения, почему детей привезли в больницу с острой болью в животе. После госпитализации детей были взяты образцы продуктов питания и школьной столовой. На данный момент проводится экспертиза. По словам заместителя руководителя управления образования, состояние детей удовлетворительное. Все госпитализированные выписаны с признаками ОРВИ. А бак-посев показал отрицательный результат на кишечные инфекции. Нет, детей все они выписались, удовлетворительно вернулись, обучаются некоторые. Которые сегодня выписались, вот последние трое детей, они сейчас с родителями, потом завтра начнут учебный процесс. Бак-посев, который сдавали дети в больнице, показал отрицательный результат на кишечную инфекцию. На сегодняшний день в школе-интернате проходит учебный воспитательный процесс в соответствующем режиме. В областном управлении образования уверены, что никакого отравления не было. Однако в областном управлении здравоохранения говорят о том, что причина, по которой дети попали в больницу, еще неизвестна. И пока не все ученики выписаны из больницы. На данный момент в областной клинической больнице выписано четверо детей, а один ребенок находится еще под наблюдением. Результаты анализов будут известны завтра, то есть на третьи сутки. В Международный день по борьбе с коррупцией Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции провели телемост с участием представителей религиозных объединений и неправительственных организаций. На встречу был приглашен казахстанский боксер Сирик Сапиев. Все присутствующие показали свою активную гражданскую позицию. Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции было создано около года назад. Его основная деятельность направлена на предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие коррупционных преступлений и правонарушений. За круглым столом отметили, что Сирик Сапиев является примером для многих. Спортсмену не раз поступали предложения коррупционного характера. Но Сирик Жумангалевич такого не приемлет и сразу же пресекает подобные незаконные действия. Где собрались уважаемые люди в Казахстане, где они тоже будут пропагандировать антикоррупцию. И это, конечно, полезно. Где нет коррупции, там страна развивается. За круглым столом обсудили проблемы коррупции и способы их решения. В Международный день по борьбе с коррупцией участники онлайн-встречи призвали граждан не оставаться в стороне и помогать бороться с правонарушениями. Агентство по делам госслужбы и противодействия коррупции было создано год назад. И отличительной особенностью данного госучреждения является, что меры по противодействию коррупции были переведены из карательных на превентивные. То есть профилактика была поставлена во главу угла. И такие мероприятия, они как раз таки направлены на профилактику коррупции и призывают все общество противодействовать такому негативному социально-экономическому явлению. Скоро на многих телеканалах выйдет социальный видеоролик на тему противодействия коррупции. Главным героем сюжета стал Серик Сапиев. Также в этот день подвели итоги конкурса журналистов. Работники средств массовой информации предоставили материалы на тему по борьбе с коррупцией. Были отмечены лучшие работы. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. К другим новостям. Сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции и отдела административной полиции УВД города Караганды было выявлено около 80 тысяч нарушений. 652 миллиона 198 тысяч. Именно такую сумму задолжали оштрафованные водители Карагандинской области. Из них только 272 миллиона пополнили казну государства. Личным составом отделения административной практики ежедневно проводится работа по подготовке и направлению в специализированный межрайонный административный суд материалов. За отчетный период в суд направлено 5271 административное дело, по которым принято решение. В виде административных арестов 78 дел. 1333 водителя лишены водительских прав. Сотрудники по управлению внутренних дел города Караганды совместно отрабатывать, ходить по домам должников, уведомлять о их задолженности. Также полком дорожно-патрульной полиции совместно с частными судоисполнителями. По инициативе Республиканского научно-практического центра «Дарын» в специализированной школе-интернат «Дарын» прошел международный семинар на тему реализации моделей содержания образования, ориентированной на формирование компетентности. Для участия в семинаре в шахтерскую столицу приехали ведущие ученые России, руководители, заместители региональных научно-практических центров, сотрудники городских районов, отделов образования и другие работники просвещения. Республиканский научно-практический центр «Дарын» совместно с управлением образования Карагандинской области и регионально-научно-практическим центром СРРК «Дарыны» провели международный семинар в школе «Дарын». О результатах опытной экспериментальной работы по созданию модели школы интеллектуального развития рассказала директор учебного заведения Куляш Дюситаева. Преподаватели специализированной школы-интерната поделились со своими коллегами опытом по реализации основных инновационных направлений экспериментальной работы. То есть мы покажем такие направления, как компетентностно-ориентированные занятия, психолого-педагогическое сопровождение, процессы обучения, затем такое направление интересное, как формирование, как формируют индивидуальную траекторию одаренного ученика, далее такое направление, как поле языча. Мы покажем поле языча в системе вариативного курса. Это уже дополнительное образование. Все эти направления действительно инновационные. Ведь данную систему образования используют только для одаренных детей в специализированных школах. По словам Куляш Дюситаевой, они были рады представить казахстанской системе образования и зарубежным коллегам свои труды, наработанные за пять лет. Например, только за прошедшие два года преподаватели выпустили около 60 учебно-методических пособий. Школьные учителя, безусловно, заинтересованы в контакте с преподавателями высших учебных заведений, потому что именно благодаря этому они могут усиливать свои учебные программы, более эффективно работать со школьниками по углубленным программам, готовить их к олимпиадам, к международным соревнованиям, обогащать дополнительное образование проектной исследовательской деятельностью. Но важно, что и вузовские преподаватели в не меньшей степени заинтересованы в живом диалоге со школьными учителями, потому что когда приходят первокурсники, это на самом деле вчерашние 11-классники. То, какой у них багаж, то, что они знают, это целиком, полностью зависит от их учителей. Поэтому для того, чтобы высшая школа чувствовала все изменения, которые происходят в средней школе, вот этот диалог важен. Два дня семинаров прошли продуктивно. Преподаватели московских университетов с интересом прослушали выступления об инновационной системе образования. А учителя школы Дарын узнали мнение о своей деятельности. Лариса Хусейнова, Исламбек Успан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В преддверии празднования Дня независимости Республики Казахстан Государственный архив Карагандинской области объявил конкурс «Юный архивист» среди старшеклассников школ нашего города. На суд компетентного жюри было представлено более 30 научных работ по истории Казахстана. Об итогах конкурса узнавали и наши корреспонденты. Цель конкурса – разбудить интерес молодого поколения к изучению отечественной истории, воспитанию национального патриотизма на примере подлинных событий. В состязании приняли участие ученики школы-гимназия номера 1, 3 и 5 и средних школ номера 16, 23 и 27. По словам организаторов, такой конкурс проводится в Казахстане впервые. Сегодня мы проводим церемонию награждения городского конкурса «Юный архивист». Такой конкурс у нас проходит впервые. Цель данного мероприятия – это популяризация архивных документов, изучение истории родного края. И, конечно же, на примере личности нашей области мы должны воспитать казахстанского патриотизма. Сегодня были представлены более 30 работ. Каждая работа заслуживает внимания и каждая работа очень уникальна. По итогам конкурса определились лучшие участники. Благодаря усилиям и поддержке педагогов, старшеклассники показали хорошие результаты. В номинации «История Казахстана» ученик 10 класса школы номер 5 Айбол Жумабаев занял первое место. В номинации «История моего города» победительницей стала ученица 8 класса гимназии номер 1 Анастасия Абрамова. А в номинации «История семьи» отличился ученик 8 класса гимназии номер 3 Виталий Абрамов. Я писал проект по теме раздела реликвий, а сама тема была «Жизнь депортированных народов в судьбе Казахстана». Я писал про семью Мукта Павелс. Их родители были депортированы из Германии в начале войны еще. Я считаю, что такие конкурсы надо проводить почаще, потому что это и есть наше будущее. Как говорил президент, не зная нашего прошлого, нельзя построить и будущего. Вот я взял эти слова за основу и занялся этим проектом. Бумага была ветхая, мы фотографировали все это, выписывали. Ну, вот так вот, о такой истории, мне кажется, должен помнить каждый, то, что общество карагандинцев, то, что многие уходили на фронт, но некоторые даже не возвращались. Мне хочется, чтобы проводились такие конкурсы, так как нынешнее поколение, оно должно знать о своих героях, не забывать об этом, почитать их, знать, что такие герои у нас в городе. Победителям конкурса были вручены статуэтки и памятные значки «Юный архивист», а участники конкурса получили благодарственные письма и утешительные призы. В мероприятии приняли участие архивисты, работники Акимата, городского управления образования, ученые-историки Государственного университета имени Евнея Букетова и студенты высших учебных заведений. Работы конкурсантов будут показаны на историко-документальной выставке «Моя родина, Казахстан», посвященной Дню независимости страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова